Приветствую вас! Я думаю, что для начала необходимо разобраться с тем, что вообще происходит, да? Если вы пишете, что вам безразличен секс, и вы можете жить и без этого, это одно. Предположим, у вас такая особенность, что вам секс не особо хочется. Это нормально. Вот, любите человека, захотите проявить свою любовь, так к сексу и придете. Ну, то есть тут, как бы, можно говорить об эротизме, да, и о, собственно, любви. Это первое. Второе. Вы пишите, у меня были парни Даниона, мне страшно и стыдно этим заниматься. Страшно, потому что было больно. А, тут момент какой. Вам почему-то было больно, и человеку, вы своему парню об этом ничего не говорили. То есть вы пишите, что при этом с парнем 5 лет, секс часто был болезнен. Почему же вы тогда не говорили своему парню ничего об этом? Почему же вы ничего не делали? Почему же вы не разговаривали на тему секса? Если вам было болезненно, для чего терпели боль? Почему терпели боль? Вы пишите, что вам еще стыдно этим заниматься. Почему стыдно? Как вы относитесь к сексу? Секс для вас это что-то грязное, запретное, вообще того, что не должно быть. Откуда вы это взяли? Почему вы так решили? Чью установку вы повторяете? Она же не ваша, совершенно очевидна. Дальше. Вы пишите, что гинеколог объяснил это тем, что у меня настроение такое. Да, возможно у вас такое настроение, но это не значит, что под этим нельзя подстроиться. И самое главное, еще раз повторю, очень важно понять причины, почему вы не говорили своему молодому человеку о том, что вам больно. Дальше. Из-за этого я особо не горел желанием этим заниматься. Как вы представляете, у меня будет секс, у меня отвращение сразу. Отвращение к чему? К сексу или к боли? Хотя парень мне очень нравится. Как вы бороться в свой страх, с чем этот страх связан? Поваривать в страх не нужно. Его нужно раскрыть. Нужно раскрыть действительно, чего вы боитесь. Нужно раскрыть, что за этим стоит. Нужно освободиться от механизма защиты, который действует у вас. Это первое. Что касается самого страшного, то я так думаю, что это... Такое инверсивное желание в церкви секса. Потому что по-прежнему, что это естественное и здоровое. Вот. С чем этот страх связан? Если честно, я не знаю, с чем этот страх связан. Возможно, связан с тем, что вам было больно. Но не какой-то вопрос, почему вы ничего парня не говорили. Возможно, это связано с тем, что вам стыдно. Это немножко другая история. Стыд, кстыд, комплексы, это непринятие себя и это все родом из детства. Вот. Тут может быть как и насилие в семье сексуальное. Тут может быть и простое хандиское отношение к сексу. То есть вариантов здесь достаточно много. Но... Но... Как бы все это нужно анализировать. Вот. Значит, страх побаривать, еще раз повторю, аноним, ни в коем случае не нужно. Сначала вы определите, что у вас не было хотя бы противоречества. Когда вы говорите, что мне безразличен секс, это одно. То есть это ваш выбор. И это, ну, как бы тело ваше. Далее вы пишите, что я могу жить и без этого. То есть это другое. То есть это не безразличие. Я могу жить и без этого. Это не безразличие. Это выбор. Дальше вы пишите, что мне страшно и стыдно сексом заниматься. Это не безразличие, опять же. Да, то есть вот у вас, как вы видите, понятийно вы находитесь в противоречиях. Точно на таком же противоречии очевидно находятся и ваши чувства. Ну, далее, ну, я так предположу, исключительно предположу по тексту, что у вас проблема в самооценке, раз вы не говорили молодому человеку, что вам, бог, больно, и не разговаривали о сексе. Вот. Стыд означает, что вы не принимаете себя, подавляете в себе свою сексуальность. Вот. Болезненность может быть связана с тем, что вы запрещаете себе быть сексуальной в принципе. Вот. Это может быть как травма, так и, соответственно, родительской установки. Вот. Отращение у вас возникает сразу к сексу, только потому, что вы никогда не получали от него удовольствие. То есть, опять же, с парнем вам не нужно отказываться. Вам нужно просто позволить парню показать вам, что секс – это здорово. Единственное только нюанс заключается в том, что, наверное, вот просто, просто так, то есть, вот просто так с сексом вам заняться, скорее всего, не получится. То есть, ваша особенность, она заключается в том, что вам нужно – вам нужна больше эмоциональная связь с партнёром. Я так думаю, что, вот, если вы полюбите, если вы полюбите по-настоящему, то проблем, скорее всего, не будет. Ну, это я так думаю, я не могу, конечно, этого раздать наверняка сейчас, потому что это всё предположение, ну… я надеюсь, надеюсь, вы понимаете, что ситуация сама-сама по себе, она же такова, да, что… вы своим сообщением, как бы, не оставили выбора нам, кроме там… кроме только, вот, предполагать. Вот, поэтому я надеюсь, вы относитесь с пониманием к тому, что, может быть, ошибка… ну, может быть, ошибочны мои предположения. Вот, на истину я здесь не претендую. Вот. То есть, вам нужно просто максимально своему парню довериться, максимально своему парню объяснить, да, и… расширять свои представления о сексе. То есть, секс – это не… не обязательно, там, только классический секс, секс может быть разный. и если вы, к примеру, одним видом, допустим, секса заниматься не хотите, либо боитесь, либо что-то ещё, вот… то ничего не будет страшного, если вы займетесь другим видом секса, и если вы… своему молодому человеку… позволите вам, например, доставить удовольствие другим видом, как бы, секса. Вот. То есть, тут исключительно всё… упирается исключительно в ваше представление, да. То есть, вот, как вот вы видите этот, ну, момент, да. Вот так, в принципе, вам и… ну, и так вот вам, в принципе, это и будет казаться. Вот. Я так, по крайней мере, вижу, и я так, по крайней мере, думаю. Вот. Ну, повторюсь, повторюсь, что самое главное, вот одно из самых, одно из главного самого, это то, что вам нужно разобраться со своими противоречиями, потому что они, эти самые противоречия вам сейчас очень сильно мешают, вот. И именно из-за них, именно из-за противоречий вы, ну, не можете определиться с тем, что конкретно вы чувствуете, что конкретно вы переживаете, вот, и так далее. То есть, условно говоря, больше нужно именно разговаривать с сексом. Вот. И концентрировать своё внимание с самого секса, заострять своё внимание на партнёре, а не на самом процессе секса. Вот. Потому что секс – это то, что происходит естественно, вот, и любая попытка предать сексуальному, например, поведению неестественности, ведёт к негативу, к провалу, к переживаниям, вот, и, соответственно, к нервным каким-то всплескам, вот. Вот. Поэтому вот, примерно так я могу ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что для вас это было как минимум полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете всегда задать мне эти вопросы в личку. Ну, можно будет поработать как с вами, так и с вашей, ну, с вашей парой, да? То есть, вместе с вашим парнем можно будет поработать, приглашать, и мы поработаем. Вот. Главное, опять же, чтобы было у вас желание это делать. Вот. Вот так вот, в принципе, я думаю, вам можно ответить. Если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Соглашусь с коллегой, своих, своим, соглашусь с моим коллегой в том, что такие вопросы не решаются письменными ответами, такие вопросы решают исключительно в формате консультации. Вот. Потому что вам требуется сопровождение. Вот. Но это, конечно, уже решать вам исключительно, что и как делать. Ага. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Александр fulfilledihi да... λιы igen